Привет, с вами Арталаски, и сегодня мы будем рисовать пиксельный танк для ТДС игры. Итак, начнем. Для начала создадим новый документ, размером 256 на 256 пикселей. Зальем фон каким-нибудь цветом, например, цветом травы. Но если делаете военную технику для пустыни или для какой-нибудь заснеженной местности, то и заливайте это соответствующими цветами. Далее создаем новый слой с помощью сочетания клавиш Ctrl-Shift-N. Выбираем инструмент карандаш. Переключаемся на черный цвет, нажав горячую клавишу D. Теперь немного приблизим. И в строке непрозрачность поставим здесь на 50%. Либо оставим здесь 100%, ну и изменим непрозрачность у самого слоя. И, пожалуй, так будет даже лучше. Теперь вот такими легкими линиями мы набросаем форму танка. Если надумаете что-то стирать, не забывайте переключить ластик в режим карандаша. Теперь создадим еще один такой слой с помощью сочетания клавиш Ctrl-Shift-N. И также уберем его непрозрачность. Теперь нам нужно нарисовать башню. Если с формой фантазия не приходит, то попробуйте простые геометрические фигуры вроде круга и прямоугольника. Далее их можно будет выделить. И с помощью функции свободного трансформирования их как-либо растягивать. А может даже и комбинировать. Только перед нажатием Enter не забудьте переставить здесь по соседнему. Когда основная идея у нас уже есть, мы можем слить эти два слоя. И использовать в качестве референса. После того как мы его отодвинем, создадим снова новый слой. И теперь уже воспользуемся немного другими инструментами. Для начала возьмем прямоугольник. Проверим, чтобы в режиме здесь стояли пиксели, а сглаживание было отключено. Теперь просто растягиваем прямоугольник примерно той же формы, как и весь наш танк. Можно даже сделать это строго по референсу. И снова его отодвигаем. Но если ориентироваться будет сложно, то можно поступить немного по другому. Мы не будем его отодвигать, а лишь уберем у него немного непрозрачности. И будем ориентироваться уже здесь. Лишние части мы просто удаляем. Сделать это можно с помощью волшебной палочки. Но также проверим, чтобы допуск стоял на одной единице и сглаживание было также отключено. Чтобы не проделать то же самое с другой стороны, мы ее для начала просто отрежем, оставив как бы половину. Теперь вернем непрозрачность на 100%. И закрасим наш черный силуэт более светлым цветом. Либо нажмем сочетание клавиш Ctrl-U и прибавим здесь немного яркости. Снова убавляем непрозрачность. И теперь, ориентируясь на набросок, мы уже будем прорисовывать тут более мелкие детали. Продолжение следует... Продолжение следует... Возвращаем непрозрачность на 100%. Нажимаем Ctrl-A, чтобы выделить все. И удерживая Ctrl-Shift-Alt и левую кнопку мыши, просто перетащим его вправо. Теперь, не снимая выделения, нажмем редоксирование, трансформирование, отразить по горизонтали. Основу у нас уже есть. Теперь подберем для него цвет. Для начала можно взять цвет фона, сделать его чуть более ярким и насыщенным. Но для начала я сделаю копию, точнее даже дубликат, нажав сочетание клавиш Ctrl-J. Теперь на новом дубликате я как раз покрашу в этот цвет. Но как видите, он на слишком яркий. И поначалу подобрать хороший цвет может быть достаточно трудно. Поэтому пойдем более простым путем, нажав сочетание клавиш Ctrl-B. И перетащим пузунок в сторону зеленого. Также можно добавить немного желтизны. Такой цвет уже неплохо выделяется. Он не сливается с фоном и достаточно насыщенный. Нажимаем ОК. Также можно нажать Ctrl-M. И немного поднять здесь кривую. Чтобы цвет стал чуть более светлым. Если вам кажется, что цвет слишком насыщенный, можно исправить это с помощью сочетания Ctrl-U. И убавить здесь немного насыщенности. Также можно поиграться здесь с цветовым тоном, чтобы подобрать наиболее подходящий. Вынесем этот цвет отдельно за танк. И подберем для него еще несколько цветов. Для более светлых участков мы сделаем немного его ярче и чуть более насыщенным. Для более темных участков мы сделаем его немного теннее и чуть менее насыщенным. Также добавим немного грязи, уйдя в гречневатый оттенок и сделаем этот цвет менее насыщенным. Также для контраста можно добавить немного серого цвета, чтобы залить им отдельные непокрашенные механические части. Это добавит контраста. Благодаря более светлому цвету на некоторых деталях как раз можно показать их выпуклость и объем, чтобы они не казались слишком плоскими. Также вместо черного цвета можно здесь сделать практически темный такой зеленый и совсем не насыщенный. Хотя в этом случае можно даже сделать и чуть более светлый вариант, вот такой. Это будет смотреться намного интереснее, чем просто черные линии. Некоторые особо темные участки мы оставим с черными линиями, чтобы как бы подчеркнуть их в теневую сторону. Более темный коричневый цвет подчеркнет как бы грязь на этих гусеницах и закрылках, которые собственно эти гусеницы закрывают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Само ребро можно оставить темным цветом обводки, либо сделать наиболее ярким и с желтым оттенком. В некоторых случаях это выглядит намного симпатичнее, а в некоторых лучше оставить темную обводку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В этот раз цвет получился слишком уж насыщенным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь нажмем сочетание клавиш Ctrl-B... И перейдем во вкладку тени... Здесь мы ползунок синего цвета переместим вот так вот немного влево и может добавим еще немного чуть голубого... В цветах мы добавим немного желтого и красного... Ну и здесь уже все по усмотрению... Теперь цвета на этом танке стали уже более контрастными и выраженными... Но это еще не все... Нажмем сочетание клавиш Ctrl-L... И здесь немного поиграемся с ползунками уровней... Через Ctrl-M можем немножко выровнять яркость... Но и здесь главное не переборщить со всеми этими обработками... Разве что можно сделать чуть менее насыщенным сам танк... И в целом мы получили уже более реалистичный вариант... Теперь по тому же принципу мы создадим башню... Возвращаем наш слой со скетчем и создаем новый слой... Здесь уже проще будет отрисовать карандашом, но уже сразу нашим темным цветом... Общая форма у нас примерно состоит из прямоугольника со сглаженными углами... Поэтому ориентируясь на нее уже будем создавать саму вот эту башню... А люк в форме круга мы сделаем простым путем... Выберем инструмент эллипс... И удерживая shift сделаем простым путем... Примерный размер... Только учитывайте, чтобы здесь также стояли пиксели и было отключено сглаживание... Иначе будет получаться немножко не то... Если круги получаются неровные, то скорее всего размер слегка не подходит... В таком случае можно будет взять обычную круглую кисть... Задать необходимый размер... И посмотреть как она будет создаваться... В любом случае теперь мы просто берем ластик... И вот так вот стираем... Внутри... Выделим нашу часть... И также ее продублируем... Только для начала вырежем из выделения вот эти круги... Так как их нам дублировать не надо... Для этого удерживаем alt... И через выделение просто их убираем... Также через ctrl-shift-alt мы его продублируем... И повторим ту же операцию, что и с корпусом... Теперь скетч можно отключать, либо вообще удалить... Только мы сначала забыли добавить сюда еще и ствол... Теперь цвета мы будем брать уже с нового... Корпуса, на котором мы уже их естественно изменили... Также у нас изменились и сами цвета, которые мы создавали... Так что брать можно либо прямо с модели... Либо прямо с палитры... В принципе этот процесс практически не отличается... От процесса рисования корпуса... Чтобы заново не вырисовывать еще один круг... Мы просто выделим его через волшебную палочку... Перейдем в выделение... Модификация... Сжать... И выбираем один пиксель... Теперь мы этот пиксель просто немножко осветлим... ... что же башня у нас тоже готова и выбрать инструмент перемещения либо просто удерживаю control мы ее помещаем туда куда нам нужно в принципе здесь уже смотрите сами где хотите больше видеть башню но судя по скетчу который мы делали начали видео здесь и будет а самое место также можно нажать здесь два раза выбрать тень поставить здесь все по нулям а смещение поставить на 2 3 пикселя хотя можно даже на 1 непрозрачностью смотрите по ситуации и с углом наклона тоже но учитывайте что а тень будет также падать еще и от ствола от дула что выглядит сейчас немножко неестественно и также наложим тень на самом корпусе танка только здесь смещение сделаем чуть-чуть побольше теперь я пожалуй сделаю дубликат башни и через кривые сделаю ее заметно ярче а сам корпус можно сделать немножко темнее и даже пожалуй добавить ему еще немного синевы вот так что касается башни то здесь синеву лучше не добавлять чтобы она а также не сливалась но вот в принципе все мы нарисовали такой составной танк и из башни и корпуса также сейчас вижу что у нас здесь немного не по симметрии хотя это кажется из-за тени но впрочем-то ничего страшного далее вы можете сделать несколько различных цветовых вариаций для начала уберем все лишнее и с помощью удерживания control выберем два слоя нажмем control джей чтобы поместить эти два слоя в группу и нажмем control джей чтобы сделать дубликат и пожалуй даже еще один теперь мы создаем корректирующий слой нажимая на вот этот кружок и и выбираем здесь карта градиента теперь удерживая control мы нажимаем на одну из групп вот только это пожалуй не сработает поэтому нужно будет сделать вот что группу то мы оставим в запасе и пока ее спрячем а вот эти три мы сольем в единый слой так как они нужны только для демонстрации теперь нажимаем на пиктограмму и нажимаем на значок маски но так как маска у нас тут уже есть то нажимать в принципе не обязательно достаточно залить его здесь черным цветом и и теперь просто инвертировать саму маску нажав control и только для этого нужно снять выделение нажав control d теперь два раза нажимаем на сам градиент и выбрав какой-нибудь из градиентов мы кардинально меняем цвет нашего танка вот этот цвет выглядит неплохо убираем отсюда лишнее ну что ж вот такой вот танк у нас получился с помощью карты градиента можно добиться различных интересных цветовых решений и выбрать из них наиболее подходящий также не забывайте про средства постобработки такие как кривые уровень яркость насыщенности и так далее ну а если будете рисовать по этому уроку то можете делиться своими работами в чате телеграма или группе вконтакте кстати если вам понравился пак с обложки видео вы можете приобрести его по ссылке в описании он включает себя спрайты различной военной техники наземной и воздушной анимированные спрайты солдат и спецэффекты набор тайлов и предметов окружения а также главного героя с несколькими видами оружия а еще можете приобрести весь контент сайта по подписке на месяц или на год что является просто безумной выгодой особенно учитывая то что по выходу нового контента вы уже будете его иметь все материалы можно использовать в коммерческих проектах ну и конечно же один из паков вы можете скачать совершенно бесплатно если поставите лайк этому видео что ж подписывайтесь на канал если хотите еще больше хорошего контента и не забудьте нажать на колокольчик вступайте в мою группу вконтакте и геймдэв чат в телеграме ну а с вами был арталаски пока а